Глава двадцать шестая. Григорий Каташихин и Юрий Крижанич. На поминки прибыли под яче посольского приказа Григорий Каташихин и выходец сербенин Юрий Крижанич. Обоих хорошо знавал и привечал в свои покои, где горячо спорил Михаила Тёмкин и Каташихин и Крижанич. В столовую палату, где поминали Тёмкина бояре-высокородцы, царёвы-сродники и думные люди, не пошли, не по чину. Обособились в Повалуше, соединённой пристенком с холопьями службами. Жаль Тёмкина посочувствовал под ячей. Жаль. Весьма образованный князь. Для Москвы такие люди редкость. «Редкость, Юрий Иванович!» – кивнул Каташихин, не забывая опрокинуть очередную чарку. Всегда разговаривал на равных. Чванство в нём не на грош. Вот так бы каждый боярин. И царю бы не помешало. Ваш государь, хоть и благоволит к западу, но в душе остаётся невежественным человеком. Порой его поступки схожи с поступками сиволапого мужика. «Ох, не говори, Юрий Иванович!» – вздохнул Каташихин. «На шкуре своей испытал. Видел я сей позор. В Европе за такую мелочь короли на казнь не посылают». В августе 1660 года царские берючи громогласно объявили, что за ошибки в титуле государя будет бит кнутом на Ивановской площади под ячий посольского приказа Гришка Каташихин. Под ячий выдержал 15 тяжёлых ударов. Выдержал под смех и улюлюканье многолюдной толпы. Едва не окочурился, срам на всю страну. Григорий Карпыч крепко обиделся на царя и всегда при Киржаниче его хулил, ведая, что тот не выдаст, не побежит в приказ тайных дел. Хорват, католик и патер Юрий Крижанич был человек с довольно разносторонним образованием. Немного философ и богослов, немного политико-эконом, большой филолог и больше всего патриот. Точнее, горячий пансловист, потому что истинным отечеством для него было не какое-либо исторически известное государство, а объединённое славянство, то есть чистая политическая мечта, носившаяся где-то вне истории. Родившись подданным турецкого султана, он бедным сиротой вывезен был в Италию, получил духовно-семинарское образование в Загребе, Вене и Болонье и, наконец, поступил в римскую коллегию святого Афанасия, в которой римская конгрессия для распространения веры вырабатывала специальных мастеров-миссионеров для скизматиков православного Востока. Крижанич предназначался как славянин для Московии. Его и самого тянуло в эту далёкую страну. Он собирает о ней сведения, представляет конгрессии замысловатые планы её обращения. Но у него была своя затаённая мысль. Миссионерский энтузиазм служил бедному студенту-славянину лишь средством заручиться материальной поддержкой со стороны конгрегации. Он считал москвитян не еретиками или схизматиками отцу и мудрия, а просто христианами, заблуждающимися по невежеству, по простоте душевной. Рано стал он думать и глубоко скорбеть о бедном положении разбитого и порабощенного славянства. И надо отдать честь политической сообразительности Крижанича. Он угадывал верный путь к объединению славян. Чтобы людям сойтись друг с другом, им надо прежде всего понимать друг друга. А в этом мешает славянам их разноязычие. И вот Крижанич ещё в латинской школе старается не забыть родного языка славянского, старательно изучает его, чтобы достигнуть в нём красноречия, суетится и хлопочет очистить его от примесей, от местной порчи, так переработать его, чтобы он был понятен всем славянам. Для того задумывает и пишет грамматики, словари, филологические трактаты. И другая, только более смелая догадка принадлежит ему. Объединение всеразбитого славянства надобно было повести из какого-либо политического центра. А такого центра тогда ещё не было налицо. Он не успел ещё обозначиться, стать историческим фактом. Не был даже политическим чаянием для одних и пугалом для других, как стал позднее. И эту загадку чутко разгадал Крижанич. Он хорват и католик. Искал этого будущего славянского центра не в Вене, не в Праге, даже не в Варшаве, а в православной по вере и в татарской, по мнению Европы, Москве. Над этим можно было посмеяться в XVII веке. Можно, пожалуй, улыбнуться и теперь. Но между тогдашним и нашим временем были моменты, когда это было трудно не ценить. Как будущий центр славянства Крижанич и называет Россию своим вторым отечеством. Хотя у него не было и первого. А была только турецкая родина. Как он угадал этот центр, чутьем ли возбужденного патриота-энтузиаста или размышлением политика, сказать трудно. Как бы то ни было, он не усидел в Риме, где конгрегация засадила его за полемику с греческой схизмой. И в 1659 году самовольно уехал в Москву. Здесь римско-апостольческая затея, разумеется, была покинута. Пришлось смолчать и о своем потерстве, с которым бы его и не пустили в Москву. И он был принят просто как выходец-сербенин Юрий Иванович, наряду с другими иноземцами, приезжавшими на государеву службу. Чтобы создать себе прочное служебное положение в Москве, он предлагал царю разнообразные услуги. Вызывался быть московским и всеславянским публицистом, царским библиотекарем, написать правдивую историю московского царства и всего народа славянского в звании царского историка-летописца. Но его оставили с жалованием полрубля, а потом до трех рублей в день при его любимой работе над славянской грамматикой и лексиконом. Он ведь и ехал в Москву с мыслью повести там дело лингвистического и литературного объединения славян. Он сам признался, что ему со своей мыслью о всеславянском языке, кроме Москвы, и некуда было деваться, потому что с детства он все свое сердце отдал на одно дело, на исправление нашего искаженного, точнее погибшего языка, на украшение своего и всенародного ума. В одном сочинении он пишет «Меня называют скитальцем, бродягой. Это неправда. Я пришел к царю моего племени, пришел к своему народу, в свое отечество, в страну, где единственно мои труды могут иметь употребление и принести пользу, где могут иметь цену избыт мои товары. Разумею, словари, грамматики, переводы». «Не люб мне, Алексей Михайлович!» — продолжал сетовать Каташихин. «Он и впрямь сиволапый мужик, матом почем зря кроет и дерется, как последний петух в кабаке. Даже любимого своего тестюшку Милославского зело отделал. Да хоть бы с глазу на глаз, чтоб никто не ведал». Илья Данилыч попросил у государя войско, дабы разбить поляков и пленить самого короля, «И что в ответ на отважную просьбу?» Царь выскочил из кресла, пустил тестю крови из носу, оттаскал за бороду и пинками вышиб за дверь, за хвостуна посчитал. «Престойно ли так поступать государю?» «Далеко не пристойно, Григорий Карпыч!» «Государю надлежит в руках себя держать!» «Где уж там держать?» — скричал Каташихин. «Наш самодержец даже в своем любимом монастыре, савы сторожевого казначея, отца Никиту, зверски избил». «Духовное лицо?» — удивился Крижанич. «Да ведь ваш государь, как всюду сказывает, боголюбив и благочестив, а тут служителя Господа за какую же такую тяжкую вину!» «Да был грех, врать не стану!» Никита малость перебрал и пошел драться со стрельцами, кои стояли в монастыре, прибил десятника и выбросил за тын его саблю и шапку. Царь же наподдавал Никите, грязно избранил, а напоследок пнул казначея промеж ног. Никита скрючился, по земле закатался. Царь же не успокоился, написал грозное письмо монаху, да такое, что во всех приказах стало ведомо от царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Руси, врагу Божию и Бога-ненавистцу и христо-продавцу, и разорителю чудотворцева дому, и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею-казначею Микитке. Крижанич рассмеялся. «Вот те и тишайший!» И не ведаю, Юрий Иванович, и за что топ монашего царя так прозвали. Иван Грозный? Тут все ясно, самый корень. Нас же, Алексей Тишайший, почитай, половину бояр отлупил. Уж на что боярин Стрешнев послушен, сродник царя по матери, но и тому досталось. Тишайший, страдая тучностью, позвал немецкого лекаря, дабы открыть себе кровь. Полегчало. Царь приказал пустить кровь всем дородным боярам. Стрешнев же отказался. Тишайший вспылил и избил старика. Кричал, ногами топал. «Твоя кровь дороже моей, что ли, сучий сын? Считаешь себя лучше всех, получай собака». Не гоже так доброму христианину. «Доброму христианину?» И вовсе закипел Григорий Карпыч. Да этот христианин самого патриарха Никона матом обложил. И где бы? В самом храме, во время церковного обряда. При богомольцах. Такой бранью, что высказать стыдно. Алексей был мастер брониться той, изысканной бранью, Коей умеет брониться только негодующее и незлопамятное русское добродушие. Все это от русского невежества. Истории, старины мы не знаем. И никаких политичных разговоров вести не можем. За что нас иноземцы презирают? Та же умственная лень сказывается в некрасивом покрое платья, В наружном виде и в домашнем обиходе, Во всяком нашем быту. Нечесанные головы и бороды делают русского мерзким, Смешным, каким-то лесовиком. Иноземцы осуждают нас за неопрятность, Монеты прячем в рот, посуды не моем, Подаем гостю полную братину И два пальца в ней окунаем. А жилища? Окна низкие, В избах нет отдушин, Люди слепнут от дыма, А нравственные недостатки? Пьянство, Отсутствие благородной гордости, Чувство личного и народного достоинства, Взять войну. Турки и татары, Хоть и побегут, Но не дадут себя даром убивать, Обороняются до последнего издыхания. А наши же вояки, Ежели побегут, Так уж бегут без оглядки, Бей их, как мертвых. Не чересчур ли, Юрий Иванович, Ни один народ русских трусами не считает? Согласен, Григорий Карпыч, И все же скопом побеждаем, Скопом и бежим. Уж такая русская натура. Нам надобно учиться, Чтобы под властью московского царя Стереть с себя плесень застарелой дикости. Надо б научиться наукам, Чтобы начать жить более пристойным общежитием И добиваться более благополучного состояния. Но этому Григорий Карпыч мешает две беды или язвы, Которыми страдает все славянство. Чужебесие, Бешеное пристрастие ко всему чужеземному И чужевладство, И наземная ига. Ни один народ под солнцем Не был так изобижен и посрамлен, Как мы, славяне, от немцев. Затопило нас множество инородников. Они нас дурачат, За нас водят. Больше того, Сидят на хребтах наших И ездят на нас, Как на скотине. Свиньями и псами нас обзывают, Себя считают, Словно богами, А нас дураками. Что не выжмут страшными налогами И притеснениями от слез, Пота, Невольных постов русского народа, Все это пожирают иноземцы. Купцы греческие, Купцы и полковники немецкие, Крымские разбойники. Все это от чужебесия. Всяким чужим вещам мы дивимся, Хвалим их и превозносим, А свое домашнее житье презираем. Не пойму я что-то тебя, Юрий Иванович, Ведь только мы сейчас Русское житье-бытье хулил. В каком случае ты был прав? В любом. Пораскинь мозгами. Россия – страна загадочная. И страдает она От неустройства и пороков. Особенно мне не по душе Самомнение русских, Их чрезмерное пристрастие К своим обычаям. Это приводит к несостоятельности Русской экономики. Слышал такое слово? Нет. А еще подъячий Самого главного державного приказа. Сие слово означает Состояние хозяйства государства. Так вот, Россия – бедная страна Сравнительно с западными государствами, Потому что несравненно Менее их образовано. Там, на Западе, Разумы у народов хитры, Сметливы, Много книг о земледелии И других промыслах. Есть гавани, Цветут обширная морская торговля, Земледелие, Ремесла. Ничего этого нет в Москве. Для торговли Она заперта со всех сторон Либо неудобным морем, Пустынями, Либо дикими народами. В ней мало торговых городов. Умы у народа тупы и косны. Нет умения ни в торговле, Ни в земледелии, Ни в домашнем хозяйстве. Здесь люди сами ничего не выдумывают. Если им не покажут, Ленивые, Непромышленные, Сами себе добра не хотят сделать. Если их не преневолят, К тому силой. Книг у них нет никаких, Ни о земледелии, Ни о других промыслах. Купцы не учатся даже арифметики, И иноземцы во всякое время Беспощадно их обманывают. Великая наша народная лиха, Неумеренность во власти. Не умеем мы ни в чем меры держать, Средним путем ходить, А все норовим по окраинам, Да по пропастям блуждать. Правление наше несуразное, Кнутобойное. Да что ты все плачешься, Юрий Иванович, И то худо, и другое. Не уж загинет царство московское. Тому не бывать, Воскликнул Крижанич. Не угадаешь тебя, Хмыкнул Каташихин. Ты на Руси и чужой, и свой. Знатно подметил Григорий Карпыч, Чужой по происхождению и воспитанию, Свой по племенным симпатиям И политическим упованиям. Я приехал в Москвию Не просто наблюдать, А проповедовать всеславянскую идею И звать на борьбу за нее. Московия должна стать Главенствующим государством славян. Но для этого надо исправить Многие недуги. И какие же исцеления, С хитринкой и в то же время С неподдельным интересом, Спросил Каташихин. Просвещение, наука и книги, По всей Руси, Мертвые, но мудрые И правдивые советники. Московия держится На самовладстве царей. Это хорошо, Ибо царским повелением Можно творить Дивные чудеса в правлении. А в других землях Это было бы невозможно. Не знает купец арифметики Запереть его лавку Государевым указом, Пока не выучится. Однако, при самодержавии Не должно быть жестокости в управлении. Нельзя обременять народ Непосильными поборами и взятками. Это людодерство. Необходимы слободины. Пусть купцы выбирают себе Старост с сословным судом. Ремесленников соединить в цеха. Всем промышленным людям Дать право на ходатайство Перед царем и боярской думой О своих нуждах и защите От городских воевод и судей. Дать слободины и крестьянам От водчинников и дворян. Все эти слободины будут уздой, Воздерживающей правителей От худых похотей. Единственным счетом, Коим подданные могут оборониться. Далее, всюду учредить Технические школы. И даже женские училища, Рукоделий и хозяйственных знаний. Жениху непременно спрашивать у невесты, Чему она обучилась у мастериц-учительниц. Ежели не рукодельницей оказалось, Гнать в шею, Немецкие книги о торговле и ремеслах Перевести на русский язык, Призвать из-за рубежа Иноземных немецких мастеров, Чтобы обучили московитов Мастерству и торговли. У немцев есть чему поучиться. Мы косны разумом и просты сердцем. Они же исполнены всяких хитростей. Мы небережливые и матоваты, Приходу и расходу сметы не держим, Добро свое зря разбрасываем. Они скупы, алчны, День и ночь только и думают, Как бы потуже набить свои мешки. Мы ленивы к работе и наукам. Они промышленны, Не проспят ни одного прибыльного часа. Вот опять ты на немцев киваешь. Без них где Московия пропадет. А вот дьяк Иван Тимофеев, Тот, что при царе Михаиле Временник написал, Совсем о другом высказывал. Все беды Руси От измены старине, Разрушение древних законных установлений, Отчего русские люди Начали вертеться точно колесо. Дьяк сетует на отсутствие В русском народе мужественной крепости, На неспособность его дружным отпором Помешать незаконным западным нововведениям. Русские не верят друг другу, Поворачиваются каждой спиной друг к другу. В этом изречение Дьяка сама суть. Русский народ Средний между культурными народами И восточными дикарями, И как таковой должен стать Посредником между теми и другими. Иван Тимофеев О более высоком помышляет. Россия – неопрятная деревенская люлька, В кое ей беспокойно возится И беспомощно кричит мировое будущее. Европа отживает, Россия только начинает жить. И так как ей придется жить после Европы, То ей надо уметь жить без нее, Своим умом, Своими началами, Грядущими на смену Отживающей Европе, Чтобы озарить мир новым светом. Значит, историческая молодость России Обязывает нас Не к подражанию, Не к заимствованию плодов Чужих культурных усилий, А к самостоятельной работе Над правилами собственной исторической жизни, Сокрытыми в глубине Нашего народного духа И еще не изношенным человечеством. Вот так вот, Юрий Иванович. Мудрен, дьяк, мудрен, Задумчиво произнес Крижанич. Ни Каташихин, ни Крижанич Не ведали, Что из-за изразцовой печи В сумеречном закутке, Отгороженном от покоев Тонкой малиновой занавесью, Лежит на широкой лавке человек И слушает их разговор. То был Илейка. Он отсыпался после тяжкой дороги И утомительных похорон. А когда проснулся, То услышал чью-то жаркую Оживленную беседу. Вначале она была ясной и понятливой, А затем все туманнее и заковырестей. Никак сошлись громотеи книжники. В простоте слова не скажут. И смело толкуют, Особенно какой-то Григорий. Дерзко царях улил, Грубиян, матершинник, драчун, Как последний петух в кабаке. Сколько бояр изругал и побил, Даже самому патриарху досталось. А ведь этот неведомый Григорий прав. Царь скор на расправу. До сих пор памятной Илейке Царская милость. Стоило при встрече с государем О боярских неправдах заговорить, Как тотчас кнута изведал. Едва очухался. Вновь чарками звякнули, Вино пьют, но ума не теряют. Ишь, какими словами перекидываются, Не сразу и поймешь. То русских ругают, То немцев, То все наоборот. Пойми этих мудрецов. Однако боюнов не переслушаешь, Подниматься пора. Илейка потянулся, Протяжно зевнул, Рывком поднялся с лавки И откинул занавес. Прямо перед ним Сидели за столом Двое сотрапезников. Один долговязый, Руссобородый, В долгополом кафтане, Другой приземистый и широколобый, С вислыми черными усами, На плечах легкий и короткий зипун, Соловянными пуговицами. И тот, и другой, Увидев перед собой неожиданно Появившегося могутного Чернобородого детину, Замолкли на полусловие. В глазах долговязого Промелькнул испуг. — Как ты здесь оказался? Кто ты? — Меняясь в лице, Спросил Каташихин. Он явно обеспокоился. Незнакомец наверняка слышал Его крамольные слова о государе. — И надо же так опростоволоситься! Стоит этому детине крикнуть Слово и дело И поведать о его воровских речах Противу царя Алексея? — И тот час не только на дыбе окажешься, Но и головы лишишься. Вот беда! — Да я-то не велика птица! — После некоторого молчания Отозвался Илейка. — Боярине Евдокии служу! — Холоп? — Из боярской челяди? — Из челяди, Государь мои, из челяди! Усмешливо проронил Илейка, Заметив, как испуганно Насторожился долговязый. — Венца хочешь выпить? — А чё ж не выпить? — Наливай, Коль холопом не гнушаешься. Григорий Карпыч Дрожащей рукой Поднёс объёмную чару. Илейка выпил. Ребром ладони Провёл по усам, С лукавинкой подмигнул Долговязому. — Гуляй! Добрые слова о Руси Сказывал. — Мы хоть Из сиволапой люльки, Но немца Завсегда за пояс заткнём. И спора нет. На том и стоим. Илейка, Покачивая богатырскими плечами, Вышел из покоев. А Каташихин С Крижаничем Переглянулись И рассмеялись. — И спора нет, Юрий Иванович. И спора нет, Григорий Карпыч. До свидания. Ребята, Григорий Карпыч. — Играет григорий. — Играет григорий. — Играет григорий. Продолжение следует...